Всех приветствую, меня зовут Екатерина Андросова, и тема этого видео «Сколько нужно заниматься йогой, чтобы освоить ту или иную асану?» На такую тему меня натолкнул один вопрос, который задал участник одного из последних курсов на asanaonline.ru И вопрос этот касался медитативной асане, но мне кажется, что его можно также расширить на все другие асаны. И я достаточно часто слышу такие вопросы от занимающихся, поэтому будет интересно. Я подготовила для вас несколько слайдов, и также, чтобы интересно было наше сегодняшнее занятие, мы сделаем в завершении небольшую практику для тазобедренных суставов и спины, которая подойдет для самых начинающих практиков йоги, которые все-таки интересуются и внутренними практиками, такими как пранаяма и медитация. Итак, как же звучал сам вопрос? Чтобы вам легче было воспринимать, я сделала небольшой слайд. Итак, вопрос. Проблема в медитативной асане для меня не столько в тазобедренных суставах, сколько в том, что схлопывается область между ребрами и тазовой костью. Частично из-за того, что таз не может провернуться, так, чтобы поддерживать естественный лордоз поясницы. Но частично из-за того, что не хватает тонуса в тех мышцах, которые предназначены для вытягивания талии. В результате спиногорбится, начиная с крестца и выше, передняя часть брюшной полости съеживается, и ни о какой пранаяме или медитации уже не может быть речи. Я уже несколько лет практикую йогу, но до сих пор не нашел, кто бы учил, как с этим работать. И вот относительно этого вопроса я сделала несколько фрагментов и тезисов, которые хотела бы вам озвучить. На мой взгляд, это очень интересный обзор, и мне со мной интересно к этому возвращаться, потому что, так как некоторые асаны, некоторые техники йоги у меня получаются, но время от времени я сама сталкиваюсь с тем, что что-то не идет. Какие-то новые асаны, например, пробую осваивать, и не могу никак подобрать ключ. И по большому счету, то, что сформулировал этот участник, оно так или иначе касается каждого практикующего. Просто кто-то может себе в этом признаться, кто-то нет, кто-то уже столкнулся, а кто-то, возможно, столкнется через какое-то время. Соответственно, начать хотела бы с того, что когда нам кажется, что нам что-то мешает, нас что-то не пускает, например, болит где-то в талии, или где-то напряжение сказывается в тазобедренном суставе, или какая-то часть тела, это еще не значит, что именно эта часть тела не дает вам выполнить асану. Моя практика показывает наблюдение за участниками занятий, а также опыта других опытных практикующих, показывает, что устраняя, например, какую-то зажатость в той части тела, которая, кажется, не пускает, это не всегда решает сложность. То есть асана может по-прежнему не даваться. Или же появляется какая-то новая сложность, которая тоже не пускает в асану. То есть напряжение уходит, но ничего не меняется. Бывают, конечно, исключения, что человек точно может диагностировать, в чем у него проблемы, точно с этим работает и решает вопрос. Но это не всегда помогает. То есть нет такой общей техники или общего правила, которое точно работает для всех, несмотря на то, что изучены некоторые анатомические особенности тела, мышц, как работает в целом структура, согласованность работы. И чаще всего опытные преподаватели йоги попадают в ту точку, которая препятствует асвай-интуалсене. Но совсем не значит, что не появится какой-то другой сложности. Поэтому я бы хотела предложить не диагностировать, что вот это конкретно мне не мешает. Вот мне не удается выполнить наклон сидя, потому что у меня вот в этом проблема. Я чувствую, здесь тянет, значит вот тут нужно тянуть или тут нужно укреплять, или с этим нужно только работать. Мои наблюдения и наблюдения за другими практикующими показывают, что если человек начинает заниматься практикой хатха-йогой регулярно и комплексно, то есть на все тело в целом, делает суставную разминку, гимнастику для всего тела, а не только для тазобедренного сустава, например, в том направлении, с которым ему кажется у него сложность. Если он также соблюдает некоторые правила, которые я вам чуть-чуть позже озвучу, то проблемы уходят. Соответственно, первый момент, который я хотела бы отметить, не ставить себе диагноз, потому что это только ограничивает и добавляет пессимизма. Второй момент. Если зажимается область живота, поясница, конечно же, речи о проноямах, медитациях не может быть, потому что для того, чтобы дышать тем же диафрагмальным дыханием, нам нужно свободное движение живота, и если вы садитесь и уже чувствуете скованность, то нужно с этим что-то делать. И здесь я вижу два варианта решения проблемы. Первый. Отложить на некоторое время проноямую медитацию и заниматься физическим телом, разрабатывать, заниматься комплексно, регулярно. И когда уже появится какая-то медитативная асана, вы это уже сами за собой сможете пронаблюдать. Тогда переходите к внутренним практикам. Если же вы чувствуете, что дыхательные техники – это именно то, что вам нужно, именно сейчас, понимаете, или же допускаете принцип непостоянства, неизвестности, когда жизнь может измениться или завершиться, и вам нужно и важно делать это именно сейчас. Хотя физическое тело, может быть, не совсем готово. Здесь я вам предложила бы выбрать какое-то очень лёгкое положение, или же с использованием пропсов. Сегодня мы попробуем это сделать в завершении нашего занятия, когда сделаем небольшую разминку и попробуем выполнить несколько вариантов с пропсами, то есть предметами, которые облегчают положение для тела. Или же выбрать положение на стуле. То есть в положении на стуле у вас достаточно свободно чувствует себя живот, и вы можете выполнять пронояму, вы можете заниматься медитацией. Здесь я тоже хотела бы показать вам иллюстрацию, то есть как это выглядит, как необходимо сидеть на стуле. Это не значит, что нужно усесться в кресло, или развалиться, скруглить спину, полностью потерять контроль над телом. Ну вот достаточно хороший пример, когда спина остаётся прямой, когда есть возможность именно концентрироваться на дыхательной технике. И при этом, конечно, очень важно, чтобы вы продолжали заниматься хатха-йогой. То есть стул — это временное средство, которое вам поможет и заниматься внутренними практиками, которые вам так интересны и важны, и в то же время продолжать работать с телом. Также вы можете заниматься проноямой и медитацией, если у вас нет возможности регулярно этому посвятить какое-то время на стуле в каком-то вашем месте. Главное — выбрать положение, где у вас будет прямая спина, и будет соблюдаться все эти условия для нитативных практик. И здесь хотела бы ещё несколько иллюстраций также показать. Вообще задача практикующего — найти оптимальное и устойчивое положение, которое позволяло бы поддерживать внутреннее равновесие без лишних энергозатрат. И так как каждый человек имеет индивидуальные особенности, то есть разную степень подвижности тазобедренных суставов, тонус мышц, важно найти именно то положение, которое будет наиболее комфортным. Именно для вас. То есть золотая середина. И здесь использование опоры. Вот я бы хотела обратить ваше внимание на эти иллюстрации. Если у вас ограничена подвижность в нижней части спины, в тазобедренных суставах, то колени будут располагаться выше уровня повздошных костей. В таком положении вы будете быстро утомляться, и таз будет отклоняться назад и вниз. А поясничные сгиб позвоночника сглаживаться или округляться. Вот это видно на этом рисунке. Следовательно, вам придется прилагать очень много усилий, чтобы удерживать спину в вертикальном положении. И в таком случае, конечно, рекомендуется использовать опору подседалищной кости, которая поможет поднять таз выше. А что это может быть? Сложенное одеяло. Специальный валик. Есть подушки для медитации. Кирпич для занятий йогой. Разные предметы. Также бывают даже подушечки для медитации или же стульчики для медитации. И такое адаптированное положение позволяет тоже поддерживать нейтральное положение таза и держать позвоночник вертикально, без каких-то лишних усилий. Соответственно, выполнять вашу практику. То есть во время выполнения вашей внутренней практики, медитации, очень важно, чтобы вы не осваивали асану и даже не насиживали асану. Такое есть выражение, встречается иногда. Здесь вы занимаетесь именно вашей медитативной или внутренней практикой, пранаямой медитацией. Пусть это будет 5 минут, 10 минут, но в этом положении не должно быть отвлечения на тело. А вашей медитативной асаной, вашей свободой и насиживанием вы занимаетесь в другое время, во время практики хатха-йоги. А здесь я обычно вспоминаю такую аналогию с положением моста, поза моста, уртхатхунура асана. Тоже вот здесь у меня есть иллюстрация, сейчас я вам покажу ее. И вот в этом положении можно пытаться прорабатывать плечи. Однако это будет сильно сказываться на пояснице. То есть если плечевой пояс не развит, будет получаться вот такой мост. Это будет сказываться на пояснице так или иначе. Соответственно, плечи нужно готовить в промежуточных асанах, подготовительных упражнениях и мост удерживать уже для получения эффектов и с точки зрения терапии, с точки зрения физиологии, энергии. Уртхатхунура асана очень эффективная, интенсивная, насыщенная асана. Но к ней нужно готовиться и идти посредством подготовительных упражнений. Соответственно, некоторое время осваиваем их, и после этого только идем в мост, и тогда получаем вот такой ровный, уверенный мозг, где у нас уже поясница в безопасности, и именно грудной отдел плечи прорабатываются. И возвращаемся снова к нашей медитативной асане. Соответственно, мы поняли, что существует вот одна крайность, но есть и другая. Наклон таза вперед, который заставляет включаться квадратные мышцы поясницы, чтобы противодействовать силе тяжести и не заваливаться вперед. Поддерживать такое положение, конечно, не менее утомительно. И смысл заключается в том, чтобы добиться некого нейтрального положения таза, при котором сила тяжести будет воздействовать на позвоночник строго по вертикали. В этом случае для поддержания тела потребуются минимальные энергозатраты. И положение позвоночника будет поддерживаться мелкими мышцами, а крупные двигательные мышцы расслабятся. Снова возвращаемся к тому вопросу, который я зачитала в самом начале. И здесь я хотела бы вернуться к вот такой формулировке. Я уже несколько лет практикую йогу, но не получается. Вот эта фраза очень широкая, абстрактная и требует нескольких уточнений. Первое. В течение этих нескольких лет какие асаны вы практикуете? Какой последовательности и как часто? Заниматься можно каждый день, через день, раз в неделю, раз в месяц, раз в полгода, в течение двух лет. И всё это будет я занимаюсь йогой 2-3 года, например. Но как часто. И вот в данном случае я хотела провести одну историю своей жизни по поводу практики медитации. В самом-самом начале своей практики йоги я была у одного мастера медитации буддийской и просила его дать мне какую-то передачу или посвящение в какой-нибудь особенной практике медитации. Потому что мне тогда казалось, что все эти предварительные практики – это как-то посредственно, это не для меня. Мне нужна какую-то особенную важную практику на какое-то конкретное божество. И вот на ней я сосредоточусь и буду только её выполнять. А вот всё остальное у меня как-то не идёт, как-то не получается, ну потому что практики какие-то не те, они неинтересны мне. И этот учитель, он спросил, а как часто вы практикуете медитацию? Вроде бы простой вопрос, элементарный вопрос. Но, может быть, просто я не задавала его себе раньше или не очень внимательно относилась к тому, как я практикую, чем я практикую, насколько я внимательно практикую. И здесь я задумалась и поняла, что действительно, да, время от времени я сажусь и пытаюсь заниматься практикой медитации техник, которые мне известны. Но если посмотреть объективно, это очень небольшое количество времени из 24 часов в сутки. Соответственно, говорить о том, что я так долго занимаюсь медитацией, но у меня ничего не получается, с моей стороны было просто некорректно. И в данном случае я осознала, ну, нелепость или невежество своего вопроса в тот момент. И мне кажется, в некоторой степени это помогло всё-таки взяться за практику более серьёзно. В частности, сейчас мне очень нравится, что современные средства помогают дополнительно контролировать себя, я имею в виду технологии разные. И на любом смартфоне можно установить программу, в которой ты отмечаешь, что практикуешь такое-то количество минут или часов в день. И это делаешь обязательно. И вот меня в данном случае мотивирует очень, что если ты пропускаешь хотя бы день, твой статус обнуляется. Ну, возможно, это немного по-детски смешно, но тем не менее, у меня до сих пор уже, наверное, несколько месяцев я вставила эту программу. Меня мотивирует заниматься каждый день. Иногда есть мотивация с силой вдохновения заниматься час, иногда 15 минут. Это не важно. Но я чувствую действительно изменения. И вот если вы в своей практике про наем или медитацию несколько застопорились или несколько разочаровались, попробуйте это делать действительно каждый день, сколько-нибудь. Это очень интересный тоже опыт. Идём дальше. Очень важно, какой образ жизни вы ведёте, насколько много в течение дня пребываете неподвижно на стуле, в машине или в других ситуациях без движений. Это очень важно. Вы можете заниматься регулярной хатха-йогой, допустим, даже в день, например, час или в день полчаса. Но всё остальное время, в течение суток, вы можете быть очень неподвижны. Есть люди, которые слишком много двигаются, и, может быть, в этом плане тоже перетренированность не очень хорошо. Но некоторая статистика говорит, что плюс-минус 10 тысяч шагов в день – это желательная нагрузка для каждого. Это очень такая примерная, приблизительная цифра, но тем не менее, именно движение, именно ходьбы – это самая естественная наша возможность для тела. Нет травмоопасная для любого человека, любого возраста. Но опять же, если у вас нет каких-то травм или ограничений именно в данный момент. Дальше вы уже можете скорректировать для себя вместе с вашим лечащим доктором. Но тем не менее, активность, движение, оно даёт жизнь и вашему телу, и вашему внутреннему духу в том числе. Поэтому, какой образ жизни вы ведёте, при том, что занимаетесь йогой уже несколько лет, но насколько вы активны – это очень важный вопрос. И если, задав его себе, вы поняли, что всё-таки больше любите полежать, посидеть, что-то посмотреть у компьютера. Если вы езжаете на природу, то тоже посидеть больше интересно. Задумайтесь о том, какая двигательная активность вам интересна. Что это может быть? Ходьба, плавание, что-то такое нетравмоопасное, опять же, для суставов может быть. Поразмышляйте. И я бы предложила, если для вас интересно освоение той или иной асаны, или вот в нашем разговоре медитативной, это тоже важная составляющая. Достаточно важно тоже, сколько вам лет и какой возраст, потому что связки становятся не такими эластичными после 25 лет. И, конечно, это ощущается с возрастом, потому что что-то с лёгкостью даётся в молодости. Но во взрослом возрасте мы чувствуем, что уже не так легко и хорошо идёт те же какие-то медитативные асаны типа подмасаны лотоса или шпагаты. Если вы в молодости это могли делать, то во взрослом возрасте, особенно если не занимаетесь регулярно, с этим становятся сложности. И, конечно, если вы начали задумываться о внутренних практиках медитации пранаями в достаточно молодом возрасте, до 25 лет, это такой бонус, можно сказать, на языке йоги – это благая карма. Потому что обычно люди до 25 лет интересуются другим. Их внимание направлено в другие вещи. Если же вы имеете такую возможность интересоваться этим прямо сейчас, в таком молодом возрасте, это прекрасно. Не теряйте этого интереса, старайтесь накопить некоторый опыт очень аккуратно, не торопясь, чтобы, опять же, не травмировать тело. Цените то, что у вас этот интерес, эти знания пришли в таком прекрасном возрасте. Все, что далее – 30, 40, 50, или если вы пришли к пониманию, что в этом что-то есть к 60 годам и так далее, будет просто сложнее. Конечно, есть исключения, не спорю. Возможно, вы сейчас меня слушаете и думаете, вот мне столько лет, ну, мне все очень легко дается. Конечно, есть исключения. Я говорю о том, что сталкиваюсь в группах с людьми, и чаще всего, чем позже человек начал, тем ему будет сложнее. Особенно, если у него нет какого-то активного прошлого. Я имею в виду естественного активного прошлого. Например, он просто любит ходить, он любит плавать, он любит давать работу телу. Такая естественная активность. Нет речи о каких-то спортсменах профессиональных, которые чаще всего через свои спортивные достижения очень сильно травмированы. И тоже приходят, возможно, в практику в зрелом возрасте уже, но уже с таким количеством травм, что достаточно сложно даже элементарные вещи делать. В любом случае, что бы там ни было, в каком бы возрасте вы к практике не пришли, это не менее прекрасная возможность, нежели та, что у ребят молодых. В данном случае для меня является примером моя мама, хотя я встречаю и других людей, но просто она передо мной, я ее вижу чаще, чем других людей. И она начала заниматься йогой примерно в 40-45 лет. Да, она вела активный образ жизни, она любила и плавать, и ходить, то есть ей всегда нравился активный образ жизни. Но тем не менее, когда она начала заниматься асанами, у нее получалось далеко не все. И я помню ее складку, наклон со сведенными ногами, с разведенными ногами. Это были совершенно начального уровня асаны, совершенно точно. И все, кто знаком со мной, я часто делаю репосты ее фотографии, когда она тоже мотивирует людей, особенно взрослое поколение, на практику йоги, на регулярную практику. Все видят, какие у нее результаты на текущий момент. Конечно же, все не постоянно. И тоже показывать и рекламировать, вот занимайтесь йогой, у вас точно будет такой результат. Не об этом речь. Но я привожу пример, мама, именно для того, чтобы вы понимали, что в любом возрасте, возможно, если у вас вдруг появился интерес к практике, к любой медитации пранаяма, что-то вас зацепило, не останавливайтесь на том, что какая-то асана не идет. Ищите свой подход. Ищите единомышленников, которые уже справились с этой сложностью. Возвращаемся к начальному вопросу, который был задан. Очень важно питание. Это важный вопрос, который тоже всегда встает. И есть мнение, что невегетарианцам медитативные асаны даются сложнее. И, конечно, здесь, возможно, какая-то нравственная подоплека, возможно, какая-то физиологическая. Однако опускать этот момент не стоит тоже. Можно призадуматься, если все-таки вы пока не вегетарианец, но вам интересны внутренние практики, вам интересно заниматься пранаямой или медитацией. Этот вопрос тоже стоит рассматривать для себя. Невозможно заниматься каким-то саморазвитием, пока вы причиняете какой-то вред другим живым существам. И достаточно сильный глобальный вред. Потому что до тех пор, пока будет спрос на мясную продукцию, будет предложение. Если один человек отказывается от употребления мяса, он уменьшает спрос. И это очень большой вклад, чтобы предложение стало меньше. Поэтому, на мой взгляд, если вас мотивирует для освоения медитативной асаны изменить режим питания, перейти на вегетарианство. Причем вегетарианство может быть очень полноценным. У нас есть сайт Vega One, на котором можно найти такое количество рецептов, если для вас важно содержание белков, жиров, углеводов, пищи. Можно сделать такие удивительные блюда и себе, и своей семье. То есть здесь важна мотивация. Очень важно тоже участвовать во всем этом. В уменьшении предложения мясной продукции. И если человек думает, ну что я могу сделать? Если так думают все, то мы ничего не можем сделать. Если каждый из нас задумается, направит свое внимание, рассмотрит этот вопрос с разных сторон, он поймет, что его голос тоже весом. Он может помочь себе, своей семье, сделать какие-то блюда, какой-то ассортимент блюд. И все будут выигрыши от этого. И планета, я думаю, что будет благодарна каждому из вас. Есть мнение, что разные спортсмены, те, кто занимаются балетом, гимнастикой, им даются ассан достаточно легко, вне зависимости от питания. То есть это тоже можно к вопросу питания отнести. И если человек имеет хорошую растяжку, он может сесть в лотос без проблем. Порой даже вообще люди, которые не интересуются йогой совсем, и даже не имеют отношения ни к гимнастике, ни к балету, могут сесть легко в лотос. Очень часто я просто такие истории слышу. Например, человек даже достаточно сидячий образ жизни ведет, но тем не менее может в лотос сесть. То есть то, о чем я рассказывала ранее, он является таким исключением. И здесь я всегда привожу такой пример. Сесть в медитативную асану хорошо, а сколько удерживать вы ее можете? Можете ли вы удерживать ее час, два, три? И удерживая эту асану, что вы испытываете? Насколько умиротворен, спокоен ум, ваше внутреннее состояние? Вот это уже показатель. Потому что сделать внешнюю форму, сделать фото — это одно. Иногда это тоже важно, опять же, для мотивации окружающих, для какого-то внутреннего вдохновения. Но к практике это имеет мало отношения. Потому что наша практика внутренняя и внешняя, она способствует тому, чтобы наша жизнь была качественно эффективной каждое мгновение. Чтобы мы могли расти сами и помогать расти другим. Или же вдохновлять других. На то, чтобы люди обращали на внутренние ценности больше, нежели на внешние. Не пытались копить какие-то материальные блага. Не пытались ориентироваться на внешние факторы и искать умиротворение и покой во внешнем. То есть задача практики йоги — привести к этому. Через успокоение умиротворения себя внутри, своих внутренних колебаний, умственных колебаний, обретение чистого состояния. Тогда можно этим поделиться и вдохновить других. Соответственно, вот здесь просто мой ответ. И чаще всего, когда я предлагаю таким людям действительно посидеть, через 10-15 минут человек уже не может сидеть в медитативной асане. Соответственно, это является ответом. А следующий пункт, который я хотела бы отметить, — это очищение. И здесь, конечно, важно выделить техники очистительные, такие как агнисары, крей и наули. Опять же, если у вас нет противопоказаний к этим техникам, об этом вы можете почитать у нас на сайте oom.ru. Много материалов, много статей, если вы любите и интересуетесь чтением. И на канале, на нашем видеосайте, много видео, как выполняются эти техники, как освоить с разных точек зрения. Для начинающих, для самых. Есть очень детальные обзоры. Соответственно, тоже можете посмотреть, если не знакомы. Это в основном брюшные манипуляции. И, конечно, здесь всё идёт, опять же, возвращается к питанию, потому что в кишечнике очень много лишнего. У людей, у кого есть лишний вес, у кого есть живот, и вы понимаете, что это лишнее, потому что есть анатомические особенности, у всех разные комплекции, разные фигуры. Речь не об этом. Речь о том, что каждый человек для себя знает, смотря на себя в зеркало. Это лишнее. Это мне не помогает в жизни. Это только мешает. Не в плане того, что я выгляжу красиво для чего-то, для какой-то цели, но по жизни, для выполнения каких-то конкретных действий бытовых. Это мешает. И вот в данном случае брюшные манипуляции помогают очистить кишечник, привести перистальтику в норму. И в дальнейшем, при правильном питании, при том, что вы не едите лишнего, не пытаетесь искать радости, покой и счастье в еде. То есть соблюдаете умеренное питание и продолжаете применять вот эти техники, это тоже способствует тому, что ваши асаны улучшаются. Улучшается гибкость, мобильность, улучшается также мышечная работа, потому что в практике асаны вы продолжаете работать не только с тем, что тянете и применяете гибкостные техники, ну и укрепляете вашу мускулатуру. Соответственно, идет постепенно прогресс в этом. И здесь я хотела бы сказать, что пища не обязательно должна быть скудной, редкой. Это не значит, что вы должны голодать в себя, в чем-то ущемлять и доводить до такого аскетизма, когда вам еда снится. Вот если есть такая проблема, что, послушав меня, вы приняли решение перейти на правильное питание, не есть вредных продуктов, так вот сразу все отсечь и перейти, и вам она начинает снится. То есть все ваше внимание, все ваши мысли направлены на это. Соответственно, здесь может быть только психологический срыв или же, в общем, какие-то сложности. То есть вы ни асану медитативную не освоите, не решите эту проблему. Поэтому все постепенно, во всем золотая середина. И важно находить покой, радость, умиротворенность, целостность в чем-то другом, не во внешнем. Как только получается опыт в практике, внешние вещи перестают казаться столь соблазнительными. Это не значит, что вы становитесь таким угрюмым и недовольным всем вокруг или полностью погруженным в себя, и все окружающие вас не интересуют. Нет. Наоборот, возникает открытость. И об этом пишут многие учителя медитации. И я это наблюдаю тоже за людьми, которые практикуют. На себе иногда тоже наблюдаю. Поэтому все в меру и постепенно. Главное, чтобы был интерес, была мотивация, и тогда все будет. И вот это завершающий пункт моего монолога, потому что настрой и мотивация – это один из определяющих факторов. И от этого очень многое зависит. На мой взгляд, отчаяние, пессимизм и попытки найти виноватого в ваших неудачах, они не приближают вас к результату. Это, мне кажется, очень важно тоже для себя понять. И любые неудачи и промахи, они нас чему-то учат. Очень здорово, если мы научимся это слышать. Что-то не получилось. То есть сделайте паузу, посмотрите на это со стороны. Почему так со мной в этот раз получается? Попробуйте непредвзято, спокойно рассмотреть эту ситуацию. Или если чувствуете, что сейчас очень много эмоций, и невозможно ее рассмотреть, отложите это. И когда уже состояние будет более позитивным, вернитесь к рассмотрению этого вопроса. Почему так получилось? Почему так сложилось? Очень многие ответы тоже приходят, и это очень ценный опыт. Не менее ценный, нежели если вы сможете сесть в медитативную асану, и у вас не будет болеть ничего, что вы себе как бы сформулировали. И рано или поздно обязательно вы достигнете цели. Но, на мой взгляд, процесс достижения, он очень интересен. И если не циклиться на результате, и с интересом находиться, и пребывать на каждой стадии освоения, то состояние удовлетворенности, оно будет с вами постоянное. Насколько это в нашей жизни возможно. Постоянное. То есть, получая какой-то промах, если вы исследуете, если вы делаете из этого какие-то выводы, это тоже открытие. И вот этот процесс освоения, процесс практики, он даёт вам включённость, он даёт вам открытость. И неважно, будет у вас идеальное подмассано или не будет, сейчас уже есть вот эта удовлетворённость и покой, которая будет помогать вам по жизни. Вся угромость, скептицизм, они будут рассеиваться. И вы сможете окружающим дарить тот свет, который в каждом человеке есть. И вдохновлять людей на какие-то благие, позитивные, альтеруистичные поступки своим примером. Поэтому процесс очень важен. И не зря в любых дисциплинах саморазвития говорится о непривязанности к результату. Это не значит, что вообще не важен результат. Но цепляние за результат и выключение из этого процесса, когда мы идём к этому результату, к этой цели, это потеря большой части жизни, с учётом того, что жизнь может оборваться в любой момент. Или вот такая вот целостная, относительно здоровая, когда мы можем дышать, двигаться, слышать, видеть. Всё это может измениться в любой момент. Поэтому пока есть возможность, делайте это прямо сейчас. И также в завершении вот этого выступления я хотела бы сказать, что провожу занятия на асану онлайн и по асанам, и по паранаямам, именно с целью мотивации и вдохновения людей для регулярных практик. Потому что у нас с преподавателями клуба ОМРУ очень много выложено практических занятий, комплексов по хатха-йоге. Много выложено также информации о дыхательных техниках, о медитации. И по большому счёту любой человек может это посмотреть, прочитать, изучить или же включить в какой-то комплекс по хатха-йоге и заниматься. И те, у кого хватает сил этим заниматься регулярно, то есть включать и заниматься, или уже даже не включать, вы знаете комплекс, заниматься, это прекрасно. И, в принципе, ради этого наша деятельность, чтобы каждый развил в себе вот эту силу, эту устремлённость к регулярной практике. Но бывает так, что временный спад или же откат в практике, какое-то разочарование, не получается себя мотивировать регулярно. Вот моя задача проведения регулярных занятий на asanonline.ru именно в этом, чтобы через какие-то слова, через зачитывание каких-то фрагментов из-за текстов по йоге, медитации, учению Будды, помочь найти в себе в каждом из участников занятий некий внутренний отклик на то, что да, вот поэтому я-то и начал заниматься практикой, но что-то я об этом забыл. И тогда у человека возникает снова эта искра, когда он может продолжать. И, может быть, на какое-то время снова самостоятельно. Потом снова спад, откат. И у него всегда есть возможность вернуться на asanonline, выбрать преподавателя, выбрать занятия, которые его мотивируют, вдохновляют. Он просто смотрит на этого человека, занимается с ним, он занимается в группе людей, которые также стремятся к саморазвитию, к исправлению каких-то своих ограничений и склонностей, преодолению каких-то отрицательных тенденций. И когда в группе люди это делают вместе, то по завершении практики результат очевидный. Я это вижу по комментариям чата. Может быть, не все люди высказываются, некоторые люди не решаются писать в чате. Но тем не менее, те, кто пишет, обратная связь доказывает, что занятия в группе через преподавателя, человек вспоминает, зачем занимается, человек находит новое вдохновение, человек открывает для себя какие-то новые возможности и продолжает заниматься практикой йоги. Она становится регулярной, она остаётся регулярной. И это самое важное. Через некоторое время уже не нужна будет, возможно, такая внешняя поддержка. Тогда человек может этим заниматься самостоятельно. И, конечно же, благодаря таким вопросам, которые были озвучены в самом начале, у меня рождается такая мотивация, спонтанное вдохновение, чтобы рассказать то, что помогает мне самой заниматься каждый день. Это, может быть, не так много, как другие практики опытные занимаются. Я занимаюсь примерно с 2008 или 2009 года. Но тем не менее, у меня тоже бывали разные периоды в жизни. Иногда хотелось перестать заниматься. Иногда были сложности, которые препятствовали, какие-то лёгкие травмы, что-то потянуло, что-то перенапрягло. И это препятствует. Какие-то астны до сих пор не даются, несмотря на то, что я пытаюсь их осваивать несколько лет. А тем не менее, знаю об энергетическом, терапевтическом эффекте. И ставлю задачи всё-таки освоить для того, чтобы потом делиться этими знаниями с другими. Вот такие вопросы, они вдохновляют на такое общение. Поэтому, если вдруг вам будет интересно что-то у меня спросить, или вам кажется, что я могу чем-то помочь, какой-то информацией из этого опыта, практики асадхатка-йоги, занятия другими техниками йоги, пишите, пожалуйста, в комментариях или в вопросах, или в каких-то соцсетях мне пишите. И я буду очень рада делать такие обращения, такие выступления. Надеюсь, что это будет мотивировать вас заниматься регулярно, мотивировать тех, кто с вами связан, но со мной не связан, и меня, например, никогда не увидит или никогда не станет слушать. Соответственно, пишите, и я буду рада сделать такое выступление или просто для канала на YouTube ом-видео, или же для выступления на йога-волне. И я вам желаю всем успехов в регулярной практике, потому что именно она будет помогать и преодолевать все ограничения, все препятствия, которые встречаются в жизни. Если вам не хватает самостоятельной мотивации, ещё раз приглашаю вас всех на наш ресурс asanaonline.ru, и мы будем вместе с вами осваивать асаны и пранаямы, которые используются в катхо-йоге. А теперь предлагаю перейти к небольшому комплексу для проработки тазобедренных суставов и спины. И здесь я скажу, что его можно делать перед пранаямой или медитацией. И это очень лёгкий комплекс для самых-самых начинающих. Но, на мой взгляд, очень эффективный для суставов и мышц.